Был обычный карантиновый день. Я сидела за компом, смотрела ютуб. Увидела видео Кати Адушкиной, как она делает макияж и перевоплощается, ну или пробует это сделать в Nikkie Tutorials. Я смотрела, смотрела долго. Много всяческих мыслей рождалось в моей голове. На самом деле нет. А потом... Я подумала и решила, что я хочу повторить образ Кати Адушкиной. Чтобы сделать образ Кати Адушкиной, нужно будет конкретно все перелопатить, потому что мы с ней не совсем похожи. Не то, что мы с ней совсем не похожи, но все-таки не похожи. Ну, например, с Крамбейби мы похожи гораздо меньше между собой, чем с Кати Адушкиной. Я думаю, будет трудно не согласиться. Короче. Одежда. Начнем с одежды. Одежда. Что мы знаем про одежду? Мы знаем то, что одежду надевают, а надежду раздевают. Что? 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 Одежда. Какая одежда у Кати Адушкиной? Надо залезть и посмотреть, что она обычно носит. Катя. Во-первых, макшот. Ладно, я поставлю лайк. Я тоже делала позорное фото с макшотом, поэтому макшотники должны друг друга поддерживать. Что? Что? Лайк. Итак, что мы видим? Катя Адушкина любит спортивные костюмы. Спортивный костюм. Катя Адушкина любит Ариану Гранде. Послушаем. Есть как раз в концерте вот такая футболка. Но я не вижу тут у Кати Адушкиной ни одной, совершенно ни одной фотографии, где бы она была в футболке. Она предпочитает футболкам худаки. Худак. С BC21. Но BC21 у Адушкиной не обнаружено. Что же мне делать? Подождите. Я думаю, что будет правильно выбрать это. Это. Пижама Victoria's Secret. Катя очень часто в пижаме видео снимает. Я смотрела ее видео, я знаю. Подумала, что это бы ей тоже понравилось. Давайте выберем Катю. Какую Катю будем превращаться сегодня? Что есть у Кати? Чего нет у меня? Очевидно, битва неравная. Но это я пытаюсь сделать вид, чтобы вы догадались. Голубых глаз. Надо будет выбрать линзы, сейчас я вам это все покажу. Я передумала вам показывать. Срач, у меня там срач. Надо сделать все аутентично. В отличие от меня, Катя всегда надевает какую-то штуку на волосы свои, чтобы не запачкаться. Линзы голубого цвета. Кстати, цвет глаз очень сильно тащит. Вы очень сильно будете меняться, если будете использовать линзы. Те, кто часто их использует цветные, это как бы для вас не открытие. Но если вы не часто используете линзы, просто попробуйте как-нибудь купить какой-то себе вообще кардинально другой цвет. Например, если у вас голубые глаза, купите себе карие линзы, и вы просто офигеете, будет два разных человека. Наглядный пример, это я. Все еще я. Мне кажется, или у меня на линзе волос? Откуда бы ему там взяться? Не могу понять, волосы это или нет. Ладно, надеюсь, что это не волос. Вы готовы? Вы готовы увидеть результат? Отличные манипы, друзья, спасибо. Так, цвет кожи Катя всегда был темнее, чем мой. Потому что она обычно загорелая, и я обычно наоборот. Хотя на мне все еще есть немного загара, но тем не менее, тональник нужно выбрать более темного цвета. Задача непростая. Но я справлюсь. Нашла. Блин, на зеркале пятна от теней. Что за бред? Такая красивая палетка. Такие пятна оставляет. Или тут защитный слой? Подождите, я не могу понять, это защитный слой на зеркале или он такой отстойный. Оооо! Только что случилось это. Я так обожаю это делать. Боже, я так счастлива, что вы можете со мной разделить мой восторг. Я это очень люблю делать. Смотрите, смотрите, смотрите сюда. Смотрите. Ооо, да. Потрясающе. I'm dangerous woman. Берем консилер. Замазываем все под глазами. Наношу его под глазами и на какие-то небольшие покраснения или прыщички, чтобы все замаскировать. Фиксируем макияж прозрачной пудрой. Чтобы убрать весь лишний блеск, чтобы кожа была матовая и выглядела очень-очень здоровой и ухоженной. Прям как у Кати. Очередь бронзера. Вещь, которую я абсолютно никогда не использую в макияже. Просто я никогда его не использую. В самом начале использую фишку Кати и наношу бронзер себе навеки. Далее вырисовываем более-менее похожую скульптуру, чтобы быть похожей на Катюшку. Катюшку, так странно сказала. Мои любимые румяшки, которые все не меняются с годами. Надо понять, какие у Кати румяна. Но я думаю, что самые, наверное, подходящие как раз вот эти вот от Sailor Moon будут. Розово-персиковые и, в принципе, наверное, это тот цвет, который она чаще всего использует. Я просто только не поняла, какие она использует румяна, но, по-моему, такого плана. Если что, у меня был обзор на косметику Sailor Moon. Если вы вдруг этого не видели и если вдруг вас это заинтересовало. Sailor Moon! Sailor Moon! Берем румяна, добавляем. Я добавляю румяна той же самой кисти, которую наносила бронзер, чтобы они перемешались и выглядели более естественно. Брови здесь очень во многом будут или затаскивать, или, наоборот, растаскивать. У Кати брови достаточно пушистые. Они у нее идут с акцентом на начальную зону. То есть сначала у нее как бы пушистая и вздернута наверх, а нижняя часть, наоборот, направлена вниз. Получается такой достаточно игривый взгляд, мне кажется. За счет этого, собственно, это достаточно нетрудно будет повторить, если у вас есть гель для бровей. И если у вас есть, соответственно, любое какое-то средство, типа помадки, или карандаша, или чего угодно, для того, чтобы оформить кончик. Совсем другое лицо, а я только начала. Кстати, мы с Катей знакомы лично, мы с ней встречались очень давно. На одном совместном мероприятии для журнала, по-моему, это было для Эльгиол. И она мне показалась очень милой в жизни. Она прям такая милая малышка, ничего не могу по-ренее плохого сказать. Я это говорю к тому, что если вам показалось, или кажется, или вы хотите в это верить, что я к ней плохо отношусь, я к ней не отношусь плохо. У меня к ней нейтральное отношение в положительный уклон. Так, теперь следует приступить к теням. Тут все у Кати очень просто. Единственное, чего я никогда не видела у нее видео, подчеркивает она межресничный край или нет. У меня есть подруга, у которой тоже самое, как у Кати, то есть такое ощущение вечно, что там все подчеркнуто, там есть подводка. Но у Кати этого я не наблюдала, поэтому, скорее всего, у нее, как у моей подруги, просто сам к себе вот здесь вот такой-то очень темный пигмент, за счет чего кажется, что у нее глаз всегда накрашен. Просто межресничку выделяю. Вот, такими вот движениями вверх, как будто я прочесываю под ресницей. Берем самые светлые розовые тени, наносим их на все верхнее веко. Помним, что у нас на веке уже бронзер, это важно, иначе будет не такой эффект. В складку верхнего века добавляем самые обычные уже розовые тени. Подчеркиваем нижнее веко, смесь у коричневого и розового. Далее добавляем теплые шиммерные тени в уголок глаза, но не во внутренний, а во внешний. Ну и мой самый любимый момент, добавляю блесточек, особенно в уголок глаза. Кстати говоря, не знаю, как вам, а мне пока безумно нравится макияж. Он реально выглядит очень нежно, красиво и в то же время эффектно. Короче говоря, такой прям очень клевый получается образ. Катя всегда рисует стрелки. Маленькие, аккуратные, не тиктоковые стрелки. Красиво, красиво, ничего не скажешь. В самом конце добавляем хайлайтер, акцент на кончике носа, подбородок, здесь, и здесь, и конечно же здесь. Блеск, ты где? Эти волосы сюда вообще не подходят. Еще они растрепаны. Ну подожди, Катя, у меня есть парик. Черт, тут был прыж. Мы потерпели фиаско, братаны. Я забыла, что я этот парик уничтожила и сделала из него срань господню. Был парик, нормальный парик. Была я, ненормальная я. У меня были ножницы, у меня была бритва, потом бритва не стала, ножницы тоже ступили. Ступили прям как моя голова. Но в любом случае это явно лучше, чем то, что было у меня с розовыми волосами. Она не носит прямой пробор, у нее он всегда на бок. Может быть и у меня с пробором на бок будет более похоже. Не знаю, как это работает, но да, кажется, стало выглядеть гораздо лучше, когда я сделала такой пробор. Я чем-то даже реально стала на нее сейчас похожа. Че происходит, блин? Ребята, делаем фотку в стиле Кати Адушкина. Наберем все игрушки, все мягкие игрушки, которые есть, и кидаем их сюда. Сюда. Ну, вот туда, на кровать. Когда я буду фоткаться, я буду сидеть, типа, здесь. Значит, вокруг меня должны быть игрушки, подушки, всякие милые пледики, типа, журнальчики, все такое милое, уву. В общем, не как у меня обычно, без токсичности. Блин, эту неоновую хрень, которая там стоит, ее нужно отделить и посадить туда. Я вот про нее говорила. Ну вот, практически лежбище, достойное Кати. Блин, этот хохолок меня достал уже. На месте будь, козел. Примеряемся. Похоже ли по дизайну на то, что у нее. Блин, офигеть, на фото вообще кажется, что у Прео Мадушкина, а не я. Фоткаемся. В общем, как-то так получается. Какие дела, ребята. Обязательно напишите в комментарии, какого бы следующего блогера вы бы хотели, чтобы я повторила. И не ставьте, пожалуйста, дизлайки на это видео, потому что ва-х-м-э-п-о-п-р-э. Типа, ваш хейт, это мой пиар. Поставьте лайк. Если не ради меня, то ради Кати.